Что же такое пищеварение? Пищеварение следующее. Ну-ка напомните мне, карахмал и целлюлоза водорастворимы или водорастворимы? Нерастворимы. Иначе бревно растворялось в воде. А заодно при попытке выстежить вашу футболку, она бы растворилась. Потому что футболка из чего? Нормальные футболки, заодно нормальные джинсы. Из чего? А из хлопка? Хлопок. Это что? Хлопчатая бумажная ткань, она из чего? Это чистая целлюлоза. Это просто клеточные оболочки. Вот эти нити, волокна хлопковые, из которых потом придут нити, это чистая целлюлоза. Ну и представьте, как бы выглядел человек, если бы целлюлоза была растворима, если бы он в футболке и в джинсах попал под дождь. Объяснять надо или не надо? Значит, это целлюлоза и крахмал, вода нерастворимы. Вы надеялись растительной пищей. Бактерии даже помогли вам вскрыть консервные банки. Разрушили целостность клеточных стенок. Хорошо? Ну а дальше? Ведь питательные вещества нужны всем клеткам вашего тела. Как вы их туда передавать будете? Кровеносная система. Хорошо? Кровеносная система. Кровеносная система. Может ли кровеносная, сможет ли кровеносная система передать нерастворимые вещества? Нет. Она не умеет катать камушки под мусосуды. Растворимого состояния. Вот это и есть процесс, который называется пищеварением. При пищеварении сложные полимерные молекулы расщепляются, конечно, не на атомы, а на простые мономерные молекулы, которые водорастворимы. Как только получили водорастворимые, их можно передать в кровь, и кровь их разнесет по телу. Хорошо. Кровь разнесла по телу. А вашей клетке не нужна глюкоза. А нужен сложный сахар. Что будет делать клетка? Сложный сахар по крови приехать не может. Она собирает на месте. Правильно. Клетка будет собирать на месте. Еще в большей степени эта история относится к белкам. Белки тоже полимеры. Как называются мономеры белков? Аминокислоты. Аминокислоты. Совершенно верно. К слову, о вопросах питания. Сколько разных аминокислот входит в состав белков? Вот этот набор пазл для сборки белков. Сколько деталек? 20. 20 разных типов деталей. 20 разных аминокислот. Так. Представьте, что вы получили вот такого размера коробку с детальками конструктора Лего. Там всего 20 разных деталей, к сожалению. Есть коробка вот такого размера. Там 20. Да. Дело в том, что там лежит 20 коробочек. В одной коробочке колесики, в другой коробочке пластинки, в третьей коробочке винтики и так далее. Но сколько штук этих колесиков, винтиков, пластинок в каждой коробочке? Много. Очень-очень много. Поэтому при сборке белка. Вот у вас 20 типов деталей. Но сколько штук каждого типа мы можем использовать? Много. Сколько штук? В результате возникает длиннейшая лента, построенная из аминокислот, идущих в определенном порядке друг за другом. Значит, эта лента, кстати, дальше будет сворачиваться, образуя сложные пауки, которые будут называться глобулами. Каждая глобул будет иметь свои строго определенные свойства. Ну, об этом, я думаю, в начальной стадии курса на молекулярной биологии вам говорили. Для нас сейчас существенно вот что. Как по-вашему, у разных живых организмов белки спадающие или разные? Разные. Разные. А белки ответственны за реализацию всех самых важных задач к теле. Абсолютно все. Значит, хорошо. Вы на поздний обед или на ранний ужин съели цыпленка табака. Ну, может быть, не целого, а кусочек. Вопрос. С утра вы куда-то будете или не будете? Нет. А почему не будете куда-то? Вы же получили набор куриных белков. Своих приводителей. А как вы будете, интересно? Перевращаясь в алфимике. Значит, и так. Абсолютно так же, как с Сахарайна. Общая идея процесса. Разбираем полимерно-мономеры. Вот так вот. Мономеры сбрасывают кровь. Кровь несет раствор, содержащий все 20 тип аминокислот. Да? А каждая клетка вашего тела, что будет делать? Салат. А выбирает то, что ей надо. Выбрала то, что надо. И провела сбоку деталей в том порядке, который ей нужно. То есть построила тот белок, который ей надо. Классно. Вот это общие задачки пищеварения. Ну и теперь пару еще таких хитрых хитростей. Как по-вашему, какая главная задача у желудка? Есть такой орган желудка человека. А что, остальные не слышали про желудка? Поговорили. Давайте ради интереса. Значит, барышня, с вашей точки зрения, какая главная задача у желудка? Ага. Расчетить. Значит, пищеварения. Черта зла. Пищеварение в желудке далеко не самая главная задача. И главный участок пищеварения это не желудок. Вас обманули. Пищеварение вообще-то начинаться будет прямо в ртовой полости. При вашем пережевании пищи. Правда, далеко не для всех продуктов. Да? Общая стратегия пищеварения следующая. Сейчас мы с вами общую стратегическую картинку разберем, а дальше уже будем конкретно механизм смотреть. Вот у вас есть вот такая лента. В ней сто пятьсот мономерок. Она офигенная длинная. А дело в том, что расщепляющие ферменты могут работать только с конца. Малекула расщепляющая фермент села и поехала, продвигаясь, резать мономерчик за мономерчиком. Вот так. Вопрос. Сколько концов у одной малекулы? Два. Два конца. Какой-нибудь третий конец у нее есть? Нет. Нет. Общая стратегия переваривания. Общая стратегия следующая. Гигантские полимерные малекулы. Белки, сахара, крупные жиры и так далее. Вот они. Вот такая. Переваривание пойдет в два этапа. На первом этапе работают ферменты, которые не разрезают на мономеры, не отрезают шарики друг от друга. Они находят парочку строго ожиренных шариков и имеют связь между ними. В результате что произойдет? А примерно вот что. Настолько кусков теперь разрезано, это единое лето. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Пятнадцать фрагментов. Сколько концов у пятнадцати фрагментов лето? Тридцать. Тридцать концов. И теперь на каждый конец может сесть свой разлагающий фермент. Что со скоростью полного переваривания? Пятнадцать раз. Пятнадцать раз возросла. Итак, переваривание каждой группы веществ идет в две фазы. На первой фазе полимер расщепляется не до мономера, а до вот такого короткого участка, который будет называться олигомер. А вот только на второй фазе олигомеры будут реализоваться на мономерах. Вот такая двухфазность позволяет вам много раз повысить производительность процесса. Иначе вы котлету переваривали неделю-две. Быстрее просто у вас не вышло. Так, хорошо. Ну и теперь смотрим, что у нас и где начинает перевариваться и всасываться кровь. И человеческом варианте. Спасибо. 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 Первый отдел пищеварительной системы. Родовая болезнь. Процесс, который происходит в родовой болезни. Первый процесс – физическое измельчение пищи. За счет жевательного движения пища перетирается между зубами. Одновременно с этим происходит смешивание измельченной пищи со слюной. Вопрос принципиально важен. Слюна – это очень важный пищеварительный сок. Зачем слюна важна? Ребята, представьте, у вас есть, вот допустим, даже не очень мёска, а вот такая, мокрая внутри труба. Вот она мокрая внутри. И вы собираетесь сыпать через эту трубу сухой песок. Что произойдет? Наликнет. Да наликнет все, и ничего не пройдет сквозь эту трубу. Все будет заблокировано. Так? Хорошо. Делаем трубу сухой. То есть пищевод делаем сухим, а не мокрым. Что сразу произойдет со всеми клетками пищеводов? Они сразу все умерли. Клетки должны быть влажными. Без этого они просто умирают. И так понятно, что внутри пищевод, конечно, покрыт слизи. Можно ли сквозь него попробовать потолкнуть сухую пищу? Она там застрянет. Значит, поэтому в бортовой полости происходит не только измельчение, но смачивание и склеивание пищевых частиц для формирования пищевого пола. И здесь же начинает работать первый фермент. Фермент это называется амилазосуеный. И он умеет разрезать крахмал, только не до мономер. Вот крахмал это вот такая длинная-длинная цепочка из глюкозы. Рисовал уже. Амилазосуеный режет эту цепочку на такие парочки. Солдовый сахар. Но солдовый сахар уже растворим и обладает, в отличие от крахмала, сладковатым вкусом. Можете дома попробовать взять кусочек черного хлеба, и если его минуты 3-4 пожевать, вот так внимательно разжевать, то во рту у вас первоначально будет ли сладкий трикус? Нет, кисловатый будет. Хорошо, через 3 минуты. А попробуйте. А попробуйте. Во рту станет сладко. Вопрос. А почему во рту сладко стало? А потому что часть крахмала превратилась в мальтар. В солдовый сахар, который уже обладает сладким вкусом. То есть переваривание крахмала начинается прямо здесь, в второй части. Сформировали пищевой кум и прописываем его дальше. Труба. Кстати, по занятиям предыдущим. Кто запомнил, а пищевод вообще, это что такое? Прошу. Труба через сердце. Только не через сердце, а мимо района сердца. Вот как раз через сердце пищевод никогда ни у кого не идет. Ага. Классно. Глотка пропитнула комок в пищевод, по пищеводу в желудок. Следующий мой пропакционный вопрос. Скажите, а по пищеводу пищевой кум просто падает вниз, или пищевод сам его толкает? Толкает. А как доказать? Идея симпатичная, но я требую доказательств. Итак, предложите простой эксперимент, который мог бы доказать, что пищевод сам проталкивает, активно проталкивает свое содержимое к желудоку. Ну, 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 громче. Есть что-нибудь с ногами вверх. Во, разумеется. Прямо в понедельник сможете в физкультурном зале у себя в школе провести простой эксперимент. Взять и цепиться за перекладину ногами, повиснуть головой вниз и после этого прожевать и проглотить кусочек яблока. Скажите, кусок яблока может ли упасть вверх? Най, не бывает. Когда вы нависите головой вниз, то при глотании объект будет перемещаться снизу вверх. А значит, а значит, это перемещение активно за счет работы мускулатуры пищевод. Хорошо. Вбили в желудок. Что такое желудок? А желудок первая, главнейшая задача, это орган-накопитель. Скажите, вы каждые 10 секунд едите? Не, не каждое. А питательные вещества клеткам вашего тела нужны раз в час или совершенно постоянно? Абсолютно постоянно. Поэтому общая стратегия какая? Если уж мы дорвались до еды, то мы вбиваем в себя столько еды, сколько врезаем. Вбили. А для этого надо иметь один из участков пищеварительной трубки, который умеет хорошо растягиваться. Взяли, накопили еду. И теперь мы несколько часов в себя больше ничего не забрасываем, а будем вести в дальнейшую обработку того, что уже в себя затягивали. Какие этапы обработки в желудке? Ну, во-первых. Вторая по-важности задача после накопления. Сколько жевательных движений надо делать на любой фрагмент, опущенный фрагмент, плотной пищи? Кто знает, это логические рекомендации. Вот вы один раз откусили, там я не знаю чего, с племб с табака, гамбургер, сникерс, панкерс, совершенно не уйдет. Значит, откусили. Сколько жевательных движений надо сделать? 22. Для того, чтобы полностью измягчилось, полностью пропиталось, сформировался равномерный пункт, а теперь поднимаете руки, кто каждый раз делает, прежде чем проглотить 22 жевательных движения. Ага, я тоже руки не поднимаю, не делаю. Да? Вопрос. А как же тогда недоизмельченная пища будет ниже перевариваться? Да не один, а весь жевательный. Имеет вторую важнейшую функцию. Механическое измельчение пищи. Представить это себе можно каким образом? Я беру на ладошку себе, кладу котлету, накрываю вторую ладонью и делаю вот такие движения 5 минут. Через 5 минут что остается от котлетки? То есть мой пищеварительный ком оказывается перетерт в однородную массу, которая в дальнейшем будет называться химус. Итак, отдельное пищеварительное коме в желудке превращается в однородную массу химус. Ну и сюда же выделяется печально знаменитый желудочный сок. Ну и что такое желудочный сок? Про то, что есть такой желудочный сок, слушали все. Хорошо? Громче, громче. Слава, ну во-первых, все пищеварительные соки, без исключения, это раствор на основе воды, это всегда губное раствор. Только вопрос, а вот в желудочном соке что конкретно в воде растворено? Ферменты. Давайте. Ферменты. Во-первых, пищеварительные ферменты. Это белки, которые будут развязать полимерно-мономеры. Во-вторых, а во-вторых, активаторы этих белков. Смотрите, какая неприятная задача. У всех клеток пищеварительная система. У них задача создать пищеварительные ферменты. Это вещества, которые умеют разлагать белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты и так далее. Ну, вот у вас есть живая предка. Вот она. Она пищеварительная система. Она должна построить пищеварительный сок. Но что с ней будет, если она такую молекулу вот здесь построит? Молекулу, разлагающую, допустим, белки. Она сама себе... Да, разумеется, будет сам переваривание. Потому что молекуле нельзя объяснить, что я хороший, меня не трогай, а трогай еду. Молекулы бурые. У них есть вот химическая структура, и все. Но как нельзя кирпичу объяснить, что падать надо не вниз, а налево. Вы объяснять им можете очень плохо, но он все равно вниз падает. Ровно так же и с молекулами. Активный пищеварительный сок внутри клетки построить нельзя. Это убьет клетку. Поэтому все предки пищеварительной системы строят отдельно неактивные белки-ферменты и отдельно активаторы. А дальше? А дальше вот железка, которая построила неактивный белок-фермент, а вот железка, которая построила активатор. И та, и другая выкинула свои продукты вот сюда. Вопрос, где встретятся два одиночества? Где активатор встретится с ферментом? С нами. В просвете желудка. Именно там он приобретет способность разлагать белки. Но возникает вообще, вы знаете, черный черт, ничем не лучше красного черта. Вот наш желудок. у нас вот такой грушевидный формы и выход из него развернут вправо. В сторону правого потребения. Хорошо, вот отсюда мы выкинули неактивный фермент, вот отсюда выкинули активатор. Вот здесь, во время желудка, у нас фермент активировался. Надо сказать, что в составе желудочного сока ферменты переваривают только белки, ферменты желудочного сока с другими впечатлениями просто не умеют работать. Причем, догадайтесь, с двух раз. Это будет переваривание сразу до генокислот или до олигомера. Олигомер. Да, олигомер. Ведь переваривание по любой группе всегда двухпозичное. То есть, до конца она здесь все равно ничего не переваривают. Это только начало процесса. Хорошо. Но смотрите, мы получили вообще гранаты с уроной чехой. Мы активировали ферменты в этом объеме. Перескажите, пожалуйста, а диффузия остановима? Нет. А за счет диффузии что должно произойти? Во все стороны. И что должно произойти со стенками желудка? они должны сам перевариться. Ферментам нельзя объяснить, что это хорошие белки, их трогать нельзя. Поэтому, если уж белки перевариваем, то разрушены будут все белки стенки желудка. Вопрос, как защищаться вам? Отлично. А еще? Отлично. не переваривать и померить отгулки. Хорошая защита. А еще? Нет, вот три человека, которые всегда работают, это я вижу. Ребята, не бойтесь включать мозги. Не бойтесь ошибиться. Кто не ошибается вообще на свете? Никогда не ошибается. Только один единственный вариант людей, которые вообще ничего не делают. Вот это гарантия от ошибок. Страшно повторять, серийно повторять ошибку. А одна ошибка это совершенно нормально. Хорошо? Ферменты активировали, они стали переваривать белки. Вопрос, как от них защитить сами клетки и стенки? А иногда громче. Здесь? Разумеется. Значит, слизь это железо единственный тип желез, который стоит по всей длине пищеварительной трубки, начиная от полости рта, кончая анусом. Значит, задачка выделять слизь с химической точки зрения, что такое слизь. А слизь это раствор веществ в воде, очень похожих на крахмал, а тоже польза сахара. Растворяясь в воде эти полис сахара дают киселеобразное состояние. Побольше их растворили, слизь более плотная, поменьше, менее плотная, более текучая. Биологические слизи играют не просто важную, а важнейшую роль в вашем организме. Не дай Бог, с ними что-нибудь не так. Вот просто не дай это Бог. Пищеварительность тема, слизь, который стоит вот здесь, в стенках. Да, кстати, самый пуглевод, который растворяется в воде, дает слизь. Для тех, кто любит умные слова, называются муцены. Можете влезть в сеть, посмотреть, что это за что, и как реально устроены биологические слизи. В результате выделился муцен, который перелик к стенке. Так, в результате и активатор, и неактивный фермент дефундировали сквозь муцен и активировались только вот здесь. Прямой контакт с клетками есть или нет? Нет. Слизистая защита. Да? Но что будут делать пищеварительные ферменты сока? Они будут переварить слизь. Вопрос, почему не исчезает слизистый барьер? Потому что все время вырабатывается новая и новая конца. Вот не дай Бога эта динамика выработки слизистого барьера нарушается. Когда у вас переваривание идет активнее, чем синтез, у вас кусочек стенки оказывается без защиты, открыт для действия ферментов пищеварительных соков. Что на этом участке? Ну, не сразу язва. Язва это уже очень продвинутое состояние. Значит, ну, в желудке первоначальное поражение будет называться катар, затем гастрит, а уж затем язва. Очень грубо говоря, еще раз упрощаю, разница порог между гастритом и язвой в чем? Стенка желудка многослойная. Самый внутренний слой это пищеварительная эпителия. Под ним лежит слой соединительных тканных волокон, под ним гладкая мускулатура, которая в три слоя идет, желудка сложная стенка, потом внешняя капсула. Так вот, пока распаление только во внутренней слизистой, такое состояние называется гастрит. А когда распаление проплавило уже в глубокие слои, прошло первый слой соединительных тканных волокон и пошло разрушать мышечную стенку. Вот это состояние как называется? Вот это уже язва. Значит, в чем опасность? Ну, кроме того, что это очень больно и противно. Опасность в том, что в процессе можно прожить стенку, просто наступить. Вот так. Рабоденная язва. Перфорация полуогона. Вещь страшненькая. Значит, в чем дело? Дело в том, что содержимое желудка, а заодно носители воспалительного процесса, оказывается пространство между оконами. Кто знает, как называется состояние, которое развивается в этом случае? Страшненькая вещь, которая называется перитонит. Общее воспаление одновременно всех органов грешной полости. Перитонит смертельно опасен. Как лечит? Как вам спасать человека? Да, ребята, очень просто. Грубо говоря, режем переднюю стенку живота, промываем потроха раствором антибиотиков. Ясно, что звучит это все дело совершенно чудовищно, но речь-то идет о спасении жизни человека. Речь понятна? Понятно, что лучше до этого состояния просто не доводить. Да? Значит, с современной точки зрения, а что является формальной причиной развития вот этих воспалений? Ведь, ну, что могут сделать ферменты? они могут повредить клетки. А воспаление-то откуда берется? Да, название, имя этих бактерий лучше запомнить. Бактерии, которые вызывают воспаление при кастрите и язвах, хеликобактер и умери. Поэтому в современной медицине как лечиться? Это лет десять назад считалось, что гастрит и язва это хронические заболевания, которые зависят от образа жизни человека, от его диеты, от того, регулярно или нерегулярно он питается, от того, нервничает он или не нервничает. Раньше так считалось. И если у человека язва, это на всю жизнь. Значит, как сейчас лечат язву? три недели никакой язвы, конечно, антибиотики. Какие вещества называются антибиотиками? Антибиотики. Мы несколько раз с вами это уже говорим. Хорошо? В том то и дело, антибиотики это яды, избирательно убивающие только прокариотов, только бактериальные клетки. Могут ли антибиотики повредить клеткам нашего тела? В принципе, не могут. Разрушить сообщество кишечника, без которого, как мы с вами говорили, нормальное пищеварение невозможно. При неграмотном приеме антибиотиков, конечно, возможно. Самая страшная вещь, связанная с неграмотным приемом антибиотиков. В чем заключается? Нормальному горожанину такие процессы просто не приходят в голову. Значит, задача следующая. У нас есть одна бактерия и весит она от одну миллионную грамму. То есть 10 в минус шестой грамма лист у нас от бактерий. По условиям задачи. В благоприятных условиях она размножается один раз в час. Надо сказать, что для бактерий это непредельное скорость. Некоторые кученные бактерии при хороших условиях раз в 20 минут делятся. Но мы берем такой средний показатель это один раз в час бактерии делятся. Три вопроса исходя из этих условий. Сколько весят потомки этой одной бактерии через одни сутки, через трое суток и через пятеро суток? Задача простейшая, не просто простая, простейшая. Ясно, что у нее вполне конкретный ответ число. Итак, если бактерия делится раз в час, то за сутки сколько раз она поделилась? Не двадцать четыре, а сколько? Двадцать три. Понятно, что двадцать три раза? При делении, что с количеством клеток будет происходить? Каждый раз. Давайте смотрим, вот у вас есть бактерия, да? Она поделилась, она второй раз поделилась, она третий раз поделилась. Что с каждой клеткой каждый раз происходит? А мне 24 раз поделилась. Сколько раз удвоится количество клеток? Андрей Николаевич, как она 24 раза? 23 раза. Как в математике называется умножение числа самого на себя? Андрей Возведение в степени. Андрей Николаевич, 24 раза поделилась. 23 первое деление уйдет на получение двух клеток. Да, но это уже тоже деление. Еще раз. Это первое деление уйдет на получение двух клеток. А дальше 23 раза у вас произойдет удвоение двойки. Это значит, для того, чтобы вычислить количество получившихся бактерий, двойку надо в какой степени возвести? 23 2 23 степени классно. Как можно разложить эту запись в какую-то более удобную форму? А вот как 2 в 10 умножить на 2 в 10 умножить на 2 в 3 кто знает чему равно 2 в 10 ну примерно ребят мы же с точностью до порядка работаем считаем что 1000 и так 1000 умножаем на 1000 умножаем на 2 в 3 что получаем? 8 миллионов и так за сутки от одной бактерии произошло 8 миллионов потомков вопрос сколько весят они все вместе 8 граммов ну подумай что с тем какой теперь вопрос а сколько будут весить потомки этой бактерии через трост каждые сутки во сколько раз будет возрастать масса количество бактерий каждые сутки во сколько раз возрастает ну переведите в десятичный счет зачем степня твойки работает 8 миллионов раз каждый суток и так в конце первых суток у вас масса потомков 8 грамм в конце вторых суток 8 миллионов раз больше это что такое это 64 тонны а в конце третьих суток 64 тонны на сколько поможет на 8 миллионов понятно что это полмиллиарда тонн в конце четвертых суток сколько весим сотню триллионов тонн а в конце пятых суток а в конце пятых суток мы получаем массу которая превышает массу земного шара просто значит представить себе возможные скорости и последствия этого процесса непрофессионал просто не может вопрос а почему не взрываемся ведь у нас в кишечнике обитает бактериальная симбиотическая микрофора а ведь она гадина должна каждые сутки увеличиваться в 8 миллионов раз все проще и грубее ребят чем питается корова чем питается кролик чем питается верблюд бактерии 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 разлагают целлюлозу а пищеварительные соки растительноядного кого растворяют бактерии бактерии каждая бактерия наши тела не умеют не умеют синтезировать только с пищей витамины называют бактерии ласк 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 значит в результате такая ремарочка для народа который страстно увлекается вегетарианством два соображения первое соображение считать что проклятые мясоеды убивают живое а мы хорошие вегетарианцы никого не убиваем мягко говоря некорректно яблоко не менее живое чем кролик это во-первых во-вторых редкий мясоед будет откусывать кусок от живого кролика а вот яблоко вы съедаете именно что живым если яблоко уже умерло ни один вегетарианец это есть не будет он скажет что продукт испорчен это первое а второе съев растительную пищу ваш организм что будет получать вещества из этой растительной пищи или нет да нет он эти вещества используют для создания плантации у себя пищеварительной системе на этой плантации вырастает нормальная микрофлора и чем питается организм нормальная микрофлора переваривая вопрос почему микрофлора не кончается наши тела ведь ее все время переваривают а вот смотрите как она размножается вы понимаете что если вы 99 и 99 суток переварили то через несколько часов хоть какой-нибудь след такого ущерба остался или нет да нет конечно не осталось бактериальные сообщества рассчитаны на так называемую исключающую силенцию они рассчитаны на то чтобы больше подавляющая часть сообщества постоянно уничтожалась просто постоянно это для них норма хорошо значит ну и так вот теперь уж точно мы с вами завершили наш мини-цикл задачка моя пищеварительных систем была не столько дать эволюционную некоторую картинку сколько хотя бы отчасти навести порядок среди самых базовых и простых понятий касающихся пищеварения так значит такой сам процесс пищеварения как соотносится растительная и животная пища какие процессы происходят до кишечника мы не дошли в ртовой полости желудке вот хотя бы такой рабочий базис